всем привет мы продолжаем играть stalker зов припяти я напомню что играем на сложности мастера ну и нам нужно как бы найти документацию в испытательном цеху по изделию номер 62 так ну давайте да вот спускаемся воспользуемся картой доступа которую нам дал кстати кардан так ну и темень же здесь а он тоже с пулеметом так вот поливает а так вроде бы я приложил его вроде бы готовы давайте проверим их пулеметчик однако так ладно держи свой пулемет так я разрядил его это для твоей же безопасности чё себе гроза так возьмем так вот это вот тоже возьмем так в принципе грозу то можно оставить так вот это вот мы пожалуй все возьмем так ну и проверим помещение посмотрим что тут есть так патроны патроны возьмем я думаю они пригодятся здесь что 9 на 39 да еще и бронебойные нафига вы их так прячете так давайте вот это вот облутаем зомбированного так чё здесь ничего ничего интересного нету так ну ладно возьмем бронебойные все таки же вообще это можно будет продать так спускаемся еще ниже здесь ничего нету блин это псевдогигант рыканул так это не он вот там вот как бы это отдыхает блин да без пнв как бы и не видно вот ворюга какая так держи свинцовый дождик такая блин я конечно же ничего помощнее не взял это туша так легко не убивается придется повозиться блин я это интересно я сколько автоматов сломаю пока его замочу так стой ровно чувак пока я тут тебя выношу может спуститься пониже блин вот он хитрец а зашел за эту и а если я вот так вот ты же меня не не достанешь да так ну он уже вроде бы прихрамывать так не понял чё у меня клин за клином блин слишком близко и все равно вот он меня задевает офигеть офигеть просто смотрите как я доломал автомат свой сколько патронов я высадил на эту тварюгу так ну что же давайте лезем наверх так нет наверное все таки же не так высоко нужно залезать так насколько я помню нужно вроде бы перебраться на ту сторону так хорошо поднимаемся по лестнице еще выше так а там интересно можно будет подняться или придется все таки же поверх уйти а с другой стороны а как а как пройтись по верху так так тут тайничок какой то так ну здесь не пройти блин так давайте по человечески сделаем так посмотрим куда нам надо а нам скорее всего вот сюда вот надо попасть блин нет пнв как раз оставлю а вот фонарик выключу потому что слепит и дезориентирует меня так вероятно сюда вероятно по лестнице наверх да вот вот она железная логика что делает так вероятно вот в эту вот нужно вентиляцию лезть так выключим пнв потому что слепит так это документация здесь упоминается центральная лаборатория x8 возможно в ней найдется информация о секретных экспериментах на территории зоны наши аналитики давно интересуются этим вопросом так лаборатория x8 найти документы об экспериментах найденная информация указывает и на центральную лабораторию под индексом x8 там может находиться информация о секретных экспериментах проводившихся на территории зоны так ничего себе это прототип какой-то экспериментальный так так вроде бы все я взял да в принципе а здесь а здесь другого ничего и нету ну что ж можно уходить так вероятно нужно будет подняться по лестнице так ну да открыть дверь вроде бы здесь я проходил да ну что ж отлично уходим отсюда чудесно теперь наверное можно будет гауску починить так давайте-ка мы скушаем вот один геркулес чтобы можно было как бы пробежаться прям до скадовска хотя тут какие-то сталкеры есть давайте может быть их ну привет их попросим может быть их попросим отвезти так у нас новые достижения вроде бы опытный сталкер у центра зоны почти не осталось доступных мест пройденных вашим обойденных вашим вниманием вы побывали практически во всех здешних аномалиях накопленный опыт позволяет вам чаще находить редкие артефакты да мастер еще и боевых систем теперь у кардана есть набор инструментов на любой случай это позволит ему проводить недоступные прежде улучшения кардан может добавить гидравлические усилители в сервоприводы экзоскелета эта уникальная модификация позволит носителю экзоскелета перемещаться намного быстрее ну да мы как бы в курсе так а где сталкеры здесь были куда вы убежали постойте меня подождите меня слушай все вопросы к главному окей привет брат здорово слушай чем ты сейчас занимаешься хочу скинуть хабары и пропустить для расслабления пару стаканчиков так что сейчас направляюсь к скадовску возьмешь с собой конечно в компании всегда веселее ну тогда пойдем слушаю тебя так ну что ж а вот и скадовск раз раз и на матрас здравствуй ну здрасте да ну здрасте так еще медикаменты есть ну как она сталкер так придется отремонтироваться так а я что не не поставил на отдачу апгрейд надо же вот твоя карта доступа возвращаю в целости и сохранности спасибо она мне как память дорогая я кстати принес тебе схемы и документацию по изделию номер 62 нашел таки о нормалек я знал что мерзавцы не успеют все уничтожить дай-ка гляну вот значит как решили негодяи отлично мне нужно будет пара часов чтобы до конца разобраться и гауску если сможешь оставить попробую подлатать так подождешь скоро скоро она родная у нас запоет подожду конечно об чем вопрос то так ну что есть что-то новое пулемет еще один еще один пулемет даже не знаю может быть эти патроны все-таки шпри купить так докуплю геркулеса денег то все равно много иди иди нечего тебе тут делать так кардан в общем то попросил пару часов поспать давайте поспим в принципе сейчас надвигается вечер давайте поспим уже до утра так можно закусить можно кстати забрать вещи свои и ты представляешь хитрецы какие а в батарею запихнули электростатические артефакты а я знал чуя что тут делаю аномальное принцип в общем простой я теперь такие элементы могу сам клепать ты уже починил гауску да это легко было схема питания ребенку ясно что и как так это если с пушкой какие проблемы будут ты заходи так есть водка будешь завязал больше не пью когда изделие номер 62 увидел думал все белка хватило так то слишком много проблем и забухла да и здоровье сопьюсь и кто тебе будет заряды для гауски клепать вот вот то то так а ты ее значит не нибудь модифицирует да и это ты тоже не делаешь кстати а новиков интересно это делает эту модификацию или нет так ну хорошо давайте в общем то пойдем для начала на янов попробуем там еще до модифицировать может быть новиков делает эту модификацию я честно говоря не помню ну и дальше обратно в припять обратно в припять к военным и Ничего себе Так, чё-то слишком много Свободы Так, кстати, да Можно-то забрать Ещё свои вещички Подходи, брат, у меня как в Греции Всё есть Так Всё говоришь? Всё, да не всё у тебя есть Вот эти вот заряды Можно продать Покетова Хотя нет, препараты не буду продавать Пускай вот Будут ещё Так, ну, кровососы Чё, притихли? Чё же вы как-то притихли по кустам, да? Шаритесь Стоять Этот умер от страха, что ли? От разрыва сердца Так Так Давайте сейчас быстренько заскочим к Новикову Здравствуй Здарова Угу Всё-таки ж Новиков делает Давайте вот эту вот химзащиту и радиозащиту поставим Пока Худебай Так, ну и выдвинемся, в общем-то Припять Видите, аж Герман это Потихонечку-то Сикает От этого пулемёта Блин, сколько же у меня Килограммов, что так Плохо-то всё С этой штуковиной особо не разбегаешься Так Зато патронов-то Уже нормально Так Ну просто чудесно Здравствуй, сталкер Вы помните этого парня? Смотрите, живой с этой свдхой Ну, подходи, брат Так Всё, хватит уже Заколебал Честное слово Ты заглядывай, тут весело бывает Ну, привет Так Блин, что-то я Задумался, куда я вообще иду Привезли как-то одного из-за Показать, что тогда Так А вот и Гарик Всё-таки хорошо чувствует себя в безопасности Скучно только Слушай, а проведёшь меня в Припять? За пять тысяч попробую Эх, люблю я те края По рукам Тааак Хорошо, давайте перекусим Ну и в общем-то Выполним вот этот вот квест Гаусс Пушка Рассказать Ковальскому об оружии Нужно изложить полковнику Ковальскому Всю информацию, полученную Об изделии номер 62 Погоди Тут со мной такая неприятность случилась Ко мне обратились за помощью наёмники С тем, чтобы я провёл их на Припять Сначала я повёлся, платили они хорошо, а потом понял, что попал Они меня не отпускали ни на шаг Постоянно держали под прицелом На подходе к Припяти мне всё-таки удалось сбежать Только они всё равно уже где-то в городе Будь осторожнее Ты не слышал, о чём говорили эти наёмники? Кое-что слышал Как я понимаю, они явно не собирались оставлять меня в живых Поэтому и голос особо не понижали В основном говорили о встрече с людьми заказчика Которые должны указать им какой-то объект В целях задания А ты не знаешь, где должна была произойти встреча? Тут рядом, во дворике общежития Спасибо за информацию Так, ну сейчас, да, вот, интереснейший квест Я думаю, мы его сейчас с удовольствием выполним Правда, здесь как бы всё зависит от мастерства Так, ну что же, давайте доложимся полковнику Об оружии Майор, нужно найти разведгруппу Найдётся это потом А сейчас, кстати, я добыл информацию Об неизвестном оружии Это была гаусс-пушка Ого Вот это ты даёшь И какая у неё мощность? Неужто и правда позволяет сбить вертолёт? В принципе, да Ну, у ската-4 и у ската-5 полностью накрылась электроника Пуля, пусть и сверхускоренная, на такое не способна Твою мать, тупик У меня больше нету никаких догадок Остаётся сидеть на пятой точке Среди зоны и ждать А вдруг вспомнят, прилетят Всё, хватит лирики Будем решать текущие задачи Теперь мы хоть знаем, что за укрытиями лучше не залёживаться Пробьёт на вылет и не заметит Так что тебе спасибо, майор Если у нас появится что-то новое Я с тобой обязательно свяжусь Так, а нельзя ли будет получить за это дело Патронов у заведующего склада? Нет Полковник такого приказа не давал Ну что ж, давайте тогда вот расскажем полковнику Про вот этот вот инцидент с наёмниками Гаррика Гарик рассказал мне о происшествии с наёмниками Да, я тоже в курсе Как только Гарик сбежал от них, сразу пришёл сюда Боялся, что его будут преследовать К счастью, и для нас, и для него Наемники не проследили этот путь Место встречи наёмников и людей заказчика у меня под наблюдением Пока там тихо Знать бы, что здесь понадобилось наёмников У меня есть кое-какая информация, что наёмники ищут секретную лабораторию в Припяти Секретную лабораторию? В Припяти? Откуда такая информация? Из ноутбука наёмников на Затоне Вдобавок это подтверждается рассказом сталкера по прозвищу Дядька Яр Хм... Что-нибудь ещё известно? Они разыскивают центральную лабораторию Мне удалось выяснить её координаты Если это на самом деле так, то мы имеем ещё одного противника В придачу к зомбированным и фанатикам Надо прикинуть, что лучше предпринять в такой ситуации Ну и тут у нас как бы два варианта И третий вариант как бы это отказаться Можно выбирать любой на самом-то деле Давайте почитаем хотя бы первый Считаю, что надо проследить за встречей и по возможности ликвидировать человека-заказчика Тогда какое-то время никто в лабораторию не сунется Толковое решение Мы не узнаем, кто ещё в курсе про лабораторию, ну и чёрт с ним Главное, наёмники туда не попадут С другой стороны, если они всё-таки просчитают и попрут на нас Это будет серьёзная угроза Вот что, ты постарайся по возможности устранить обе цели Я прикажу лейтенанту Кириллову сопровождать тебя Хорошо Кириллов, это Ковальский Нужно проводить майора Держи Патроны и ствол Можешь пока отдохнуть, я прослежу за точкой из другого направления Как только они появятся, я с тобой свяжусь Понял Товарищ майор, внимание! Наемники прибыли на точку Так, а можно галстку выбрать? Так, у нас появился квест Один выстрел Дождаться появления людей заказчика Надо дождаться появления людей заказчика И ликвидировать их лидера Без него наёмники не смогут обнаружить лабораторию Что такое? Да А, это стул Блин Я думаю, что такое Вот это вот вероятно их командир А может быть и этот Ну, в принципе, да Оцепили территорию Да Да нет Скорее всего Вот это вот их командир Так, давайте немножко подождём Должна вроде бы подойти ещё одна группа Ничего себе Раз-два Двое экзоскелетных Многовато вообще-то Один выстрел Дождаться появления людей заказчика Так, сейчас посмотрим Кто из них посланник Так, один выстрел Ликвидировать посланника Надо ликвидировать посланника Без него наёмники не смогут обнаружить лабораторию Цель возле главного входа Так, вот они, значит Они расходятся Раскрывать огонь Вторая цель ликвидирована Первая цель ликвидирована Так, ну вроде бы положил сколько смог Так, один выстрел Поговорить с Ковальским Необходимо сообщить Ковальскому о результатах операции Я думаю Неплохо так всё прошло Так, ну для начала Давайте посмотрим Кого мы там всё-таки же подстрелили Так, они убежали Но по-моему Один из них В меня выстрелил РПГшкой Правда он не попал, но Всё равно, знаете Как-то меня это зацепило Так, а, шакал Известный персонаж Так, сербин Кстати, у него красная ключ-карта Давайте возьмём Так, ствол, пожалуй, не возьму этот Так, Петька, фонарь Тоже наёмник Так Хорошо Смотрите, я ещё Я ещё двух экзоскелетных замочил Это Хорошо В принципе Нефиг тут этим наёмникам-то разгуливать Так, отлично Давайте вот Геркулеса махнём И, в общем-то, пойдём Доложимся полковнику О результатах Этой спецоперации Так, ну с весом Всё плохо Да убрал я Не надо так нервничать Всё будет нормально Насчёт наёмников Отличная работа Обе цели уничтожены Теперь наёмники не будут нам помехать Да и не так уж много народу Станет интересоваться лабораторией Винтовку, кстати, оставь себе И вот Держи ещё боезапаса к ней Спасибо Спасибо, полковник Только мне бы, знаете, честно говоря Мне бы Мне бы другой Калибр Пригодился Блин, патроны-то больше не выдаёт Так, хорошо Давайте вот, наверное, вот это вот оставим Ну и нам вот нужно Пропавшую разведгруппу Разыскать отряд Пропавшая разведгруппа Разыскать отряд Разведгруппа Посланная Ковальским Исчезла После странного сеанса связи Необходимо найти их И узнать, что Что же произошло Ага Это вот здесь вот находится Ну что ж Патроны у меня есть Так, давайте выдвинемся Ага Так это здесь недалеко Так, вообще-то Как бы уже вечереет Шататься по Припяти ночью Это Совсем уж не очень-то Хорошая идея Я нашёл группу Все мертвы Их кто-то расстрелял Но следов никаких Это фанатики Чёрт бы их трал И прямо одно за другим У нас часовой пропал На связь не выходит И тоже никаких следов Пора нам добраться До этих ублюдков У разведгруппы Были данные Месяц скопления Монолита В записях Упоминается Магазин книги Лады Я тебе вышлю Двух бойцов Они будут ждать Возле объекта Конец связи Так Новое задание Скопление Монолита Встретиться с подмогой Ковальский Выслал подкрепление Чтобы помочь Уничтожить группу Монолитовцев Засевших В магазине книги Так Только вот я Кстати Не облутал Вот так вот Этих вот военных Винтарь Винтарь Это кстати Неплохо Вот так Угу Ну что ж Куда нам нужно Так А давайте мы Наверное Сходим Сначала Да я даже И не знаю Давайте вот Вот сюда Вот пойдем Уже по квесту Задание Которого Мы уже Прочитали А потом Уже найдем Как бы Часового Я как узнал Тебе помощь нужна Сразу В добровольцы Записался Так что Давай Джигит Веди Знаешь Я тут подумал С тобой Вроде Безопасней Отлично Со мной Вроде бы Безопасней Так Не Наверное Все таки ШПНВ Выключу Вот мы И на месте Так Ну что ж В общем то Я захожу Вы себе Спокойно Сидите И не рыпаетесь Так Так Кто нибудь Еще хочет Возражать Так Ну вроде бы Как бы Все довольны Мы ждем Твоих приказов Монолит Так Вы готовы Покинул нас Монолит Так Отлично Мы справились А вы Че такие Молчаливые Че такие Недовольные Как мы Круто Давайте Только Вот я Немножко Хабара Возьму Как бы Лишним Не будет Так Че тут у вас Наши Монолитовские Друзья Показывайте С другой С другой стороны Как бы Нафига Мне Вся Вот эта Вот Бодяга Я честно Говоря Даже Даже И не знаю Что с ней Делать Потом Продавать Так Как бы Деньги то и не нужны Денег и так много Так Ладно Тратить Деньги Это Кстати Нелегкий Труд Так В общем то Скопление Монолита Обследовать Странную Конструкцию Внутри Здания В которой Были Монолитовцы Обнаружен Обнаружено Странная Конструкция Необходимо Изучить Ее Так Ну да Давайте Посмотрим Ее Полковник Тут Какая-то Чертовщина Творится Внутри Здания Была Толпа Монолитовцев Будто Бы В трансе Уставились В кучу Мусора И Разговаривали С ней Мусор Я Обследовал И Обнаружилось Интересное Это Нечто Вроде Антенны Такое Впечатление Что С ее Помощью Кто-то Связывается С Монолитовцами И Вот Эти Сеансы Не Воспринимают Как Божьи Откровения Все Это Очень Странно Кто-то Управляет Этими Фанатиками Ладно Об этом Потом Часовой Все Еще Не Объявился Если Найдешь Его Сразу Сообщи Конец Связи Так Хорошо Ну В общем-то Часового Мы Найдем Ну Я Слушаю Так Эх Отомстили За Ребят Делай Что Тебе Нужно Да И На Базу Пора Тут Как-то Не По Себе Делается Хорошо А ты Че Скажешь Вану Вот Там Штука Странноватая Стоит Согласен И на Кое Ляд Она Им Нужна А Ладно Без Разницы Давай Друг Работай Как Тут Все Сделаешь На Базу Пойдем Да Уже Все Как Все Все Сделано Или Ее Нужно Подорвать Что Ли А А Че С Этой Ерундой Делать Или Ее Нужно Взорвать Ну Как Бо Не Проблема Граната У Меня Есть Только Она Не Взрывается Так Да Она Нифига Не Взрывается Так Ну Что Ж Ребятки Все Нам Как Бы Уже Все Нам Как Бы Нужно И Уходить Отсюда Пошли Так В общем То Да Доведу Их До Базы Они Ж Как Дети Малые А Потом В принципе Да Вот Можно Будет Заняться Вот Этим Вот Часовым Хотя Нет Я Даже Придумал Как Можно По Другому Сделать Даже Лучше Нужно Будет Поспать До Утро Чтобы Не Шататься По Припяти Ночью И Утром Уже Как Бы Да Вот Пойти И Обследовать И Узнать Что Там С Часовым Часовым Случилось Так Отлично Блин Блин Опять Дождик Что Такое Че Че Такая Дождливая Зона Никак Не Не Пойму Так Ну Вроде Без Происшествий Привет Брат Ну Здорово Так Хорошо Давайте Наверное Лишнюю Снарягу То Оставим Умники Ёпты Страховка Да На кой Хрен У нас Дала Тебя Эта Страховка Когда И Хранить Не Будет Чего Родичем Что Пробухали Да Короче Анекдот Цивильный Так Ух ты Патроны Выдаешь Тогда К пулемету Давай Патроны Еще Так Давайте Мы Починимся Ну И Давайте Вот Мы Поспим Да Вот Хотя Бы До Восьми Утро Крышу Рвет Только Так Видали Уже Так Ну Да Крышу Рвет Только Так Бродяга Ушел Куда Ну Да Смотрите Чудесная Погодка Так Ну Что Давайте Отправимся Обследовать Что Случилось С Часовым Пропавший Часовой Найти Часового Один Из Военных Исчез Со Своего Поста Нужно Найти Его Выяснить Причину Исчезновения Так Хорошо Так Ага Это Вот Там Вот Это Вот Так Вот Нужно Прямо Бежать Так Ну да Мы в принципе Помним Что там Случилось Кстати Но я скажу Что не многие Знают Что на самом То деле Можно этого Контролера И не убивать А убежать И тогда Дегтярев Сообщит Что Вынужден Был Как бы Отступить А можно Его убить И тогда Вот Дегтярев Курации Сообщит Что Вот он Устранил Контролера Который Там Обитал Вся Эээ Осторожней Парень Нет 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 Пропавший Часовой Осмотреть Вместо Гибели Часового Часовой Вел себя Очень Странно Нужно Осмотреть Вокруг И Найти Причину Его Поведения А вот в принципе и причина его поведения Давайте мы сбежим все-таки Не будем убивать этого контролера Так, пропавший часовой убить контролера Рядом с пропавшим часовым находился контролер Необходимо уничтожить опасного мутанта Так, ну что ж Да, как бы, ну это особо так ничего не меняет Но хотя бы, как бы, знаете, не так как у всех Хотя, может быть, в принципе, может быть вы не знали, что так вот можно Я тоже, в принципе, долгое время не знал Я всегда его вот убивал А оказывается, можно от него и убежать Так, нужно бы пси-защиту Какую-то Так И где ж ты, дорогой мой? Контролер уничтожен Понял тебя, майор Видно, контролер взял парня за мозги Отличный был парень Из разведгруппы, видимо, даже Петрушка Из-за этой твари они друг друга атаковали Ладно, спасибо тебе А нет связи Так Так Но я слышал псевдо-собаку Как она рычала Так В принципе, да Можно, наверное, перекусить Ну и выдвигаться обратно на базу В принципе, можно будет попробовать Попросить еще патронов Все-таки ж мы, как бы, это Контролера-то уничтожили Так сказать Большое одолжение сделали Для военных Так Давайте сходим Может быть, починимся Попросим еще патронов Так Не выдаешь ты патроны Но зато чинишься ты Всегда Насчет часового Да Все из-за этого контролера Наверное, то же самое Произошло и с разведгруппой Он мог заставить их Перестрелять друг друга Действия этих тварей Бывают очень паскудными Но самое плохое Что мы почти не умеем С ними бороться Контролер оказался Полной неожиданностью И вот В подбиве Опять мы имеем потери По крайней мере С этой особью Теперь покончено От всей души Надеюсь, что теперь Здесь станет Немного безопаснее Я благодарен за помощь, майор Ты, небось Порядочное боезапасо извел Найди лейтенанта Кириллова Скажи ему, что я распорядился Чтобы тебе выдали Все необходимое Спасибо, полковник Так, ну что ж Давайте Попросим Еще снаряги Все-таки ж Мы с контролером Справились Так, мне нужны Что за фигня Вообще-то мне Этот Разрешили Не, не выдает Представляете Вообще-то мне Полковник Разрешил Так Ну и нам В общем-то Получается Что нужно Нужно идти В лабораторию Х8 Вытяну Зубами Удержусь Я вытяну Главное Катушке Так Ну и перед этим Конечно же Нужно будет Освободить Наверное Место Все-таки Что у нас Очень Много Вот это Вот Всего Ненужного Гранаты Тоже В принципе Не понадобятся Ну ладно Пускай Остальное Будет В рюкзаке Так Ну что ж Идем В лабораторию Х8 В лаборатории Х8 Найти документы Об экспериментах Найденная Информация Указывает На центральную Лабораторию Под индексом Х8 Там Может Находиться Информация О секретных Экспериментах Проводившиеся На территории Зоны Так Ну что ж Вперед В лабораторию Так Ага Это где КБО Юбилейный А по моему В старом КБО Находятся Инструменты Для Калибровки Я конечно же Честно говоря Не помню Ну Как бы Не знаю Для разнообразия Конечно же Можно поискать Но нам Нам и не нужно Как бы У нас уже Техник Кардан Всю модификацию Сделал Уже Сделал Да Так что В принципе Нам как бы И не надо Блин Тушканье Разное Собака Еще Да уйдите Да что Вас так Много Блин Честно говоря Так не хочется На всю Эту мелочь Тратить Пулеметный Боезапас Это Если бы Конечно же Да я Вот Симпатизировал Долгу То там Вообще Как бы Всю игру Можно с пулеметом Пройти Потому что Вот эти Вот Самые Патроны Для пулемета Можно покупать А так Как бы Приходится Экономить На всем Не самое Конечно же Это Так Я Чересчур Нужно Будет Вернуться Я Чересчур Забежал Вперед А может Быть Поискать Все таки Инструменты Или Не Заморачиваться Блин Опять Опять Это Тушканье Ползет Ну Крысеныши Так А здесь Оказывается Дофига Народу Так Ну Что ж Ребята Давайте Следующую Серию Мы Начнем Именно Вот С Поиска Документов В Этой Самой Лаборатории А Этой Серии Пока Что На Таком Моменте Мы Закончим Всем Спасибо И Всем Пока